Сергей Козлов Сначала медвежонок думал обо всем сразу, и это все сразу было для него солнышко и тепло. Но потом, под ярким летним солнышком, в тепле, медвежонок увидел муравья. Муравей сидел на пеньке, выпучив черные глаза, и что-то говорил-говорил, но медвежонок не слышал. «Да слышишь ли ты меня?» – наконец прорвался к медвежонку муравьиный голос. «Работать надо каждый день! Каждый день! Каждый день!» Медвежонок помотал головой, но муравей не пропадал, а кричал еще громче. «Лень! Вот что тебя погубит!» «Чего он ко мне пристал?» – подумал медвежонок. «Я не помню такого муравья вовсе». «Совсем обленились!» – кричал муравей. «Чем вы занимаетесь изо дня в день? Отвечай!» «Гуляем вслух!» – сказал медвежонок у печки. «Так лето же!» – «Лето!» – взвился муравей. «А кто работать будет?» «Мы и работаем!» «Что же вы сделали?» «Мало ли что!» – сказал медвежонок. И еще тесней прижался к печному боку. «Нет, ты мне говори, что!» «Скворечник!» «Еще!» «Камелек сложили!» «Где?» «У реки!» «Зачем?» «По вечерам сидеть!» «Огонь разведешь и сиди!» «И медвежонку представилось, как они с ежиком сидят ночью под звездами у реки, варят чай в чайнике, слушают, как плещется рыба в воде. И чайник сперва урчит, а потом клокочет, и звезды падают прямо в траву, и большие, теплые шевелятся у ног. И так медвежонку захотелось в ту летнюю ночь, так захотелось полежать в мягкой траве, глядя в небо, что медвежонок сказал муравью, «Иди сюда, садись у печки, а я пойду туда в лето». «А соломинку ты за меня понесешь?» – спросил муравей. «Я», – сказал медвежонок. «А шесть сосновых иголок?» «Я», – сказал медвежонок. «А две шишки и четыре птичьих пера?» «Все отнесу», – сказал медвежонок. «Только иди сюда, сядь к печке, а!» «Нет, ты погоди», – сказал муравей, «трудится обязанность каждого». Он поднял лапку каждый день. «Стой!» – крикнул медвежонок. «Слушай мою команду, к печке бегом марш!» И муравей выбежал из лета и сел к печке. А медвежонок еле-еле притиснулся на его место. Теперь медвежонок сидел на печке летом, а муравей поздней осенью у печки в медвежьем дому. «Ты посиди», – сказал медвежонок муравью, «а придет ежик, напои его чаем». И медвежонок побежал по мягкой теплой траве и забежал в реку, и стал брызгаться водой. И если поглядеть, прищурившись, в брызгах возникала каждый раз настоящая радуга. И каждый раз медвежонку не верилось, и каждый раз медвежонок видел ее снова. «Эй!» – крикнул муравей в лето. «А кто обещал работать?» «Погоди», – сказал медвежонок, и снова стал щурить, брызгаться и ловить сквозь ресницы радугу. «Обязанность каждого – трудиться», – говорил муравей, прижавшись к горячей печке каждый день. «Заладил», – подумал медвежонок. «Ну как он не понимает, что это лето, что оно короткое, что оно вот-вот кончится, и каждый раз у меня в лапах сверкает радуга». «Муравей!» – крикнул из своего лета медвежонок. «Не бубни! Разве я не работаю? Разве я отдыхаю?» И он снова ударил по воде лапой, прищурился и увидел радугу. Спасибо за внимание! Продолжение следует...